и вышел из нее победителем с полным сознанием своих сил. Неудивительно, что такой князь решился первый поднять оружие против татар. Мы видели, что в начале княжения Дмитриева Орда делилась между двумя ханами – Мюридом и Абдулом, именем которого управлял темник Мамай. Но кроме них в древней стране болгарской утвердился третий хан – Пулат-Тимир, а в стране Мордовской – князь Тагай. Последний в 1365 году напал нечаянно на Переславль Рязанский. Взял, сжег его, попленил окрестные волости и села и уже с большую добычу возвращался в степь, как был настигнут князьями – Олегом Ивановичем Рязанским, Владимиром Пронским и Титом Козельским. Был между ними бой лютый. Пало много мертвых с обеих сторон. Но русские князья, наконец, одолели, и Тагай едва убежал с небольшой дружиной. В 1367 году Булат или Пулат-Тимир напал на нижегородские владения, но прогнан был князем Дмитрием Константиновичем за реку Пьяно с большим уроном, прибежал в Золотую Орду и был там убит ханом Азизом или Озизом, преемником Мюридовым. В 1370 году Дмитрий Константинович с братом Борисом, сыном Василием и ханским послом Ачихожию, Хаджи, Хаджа, ходил войною на болгарского князя Асана. Тот встретил их с челобитьем и дарами. Они дары взяли, но посадили на княжение салтана Бакова сына. В 1373 году татары из Орды Мамаевой опустошили Рязанское княжество. Великий князь Московский все лето простоял на берегу Оки, куда пришел к нему и Владимир Андреевич, и не пустил татар на свою сторону. Сопротивление татарам и даже наступательное движение на них обнаруживалось повсюду. В 1374 году нижегородцы перебили послов Мамаевых, и с ними 1500 татар. Старшего посла Сарайку с дружиной заперли в крепости. На следующий год князь Дмитрий Константинович приказал развести пленников по разным местам, но Сарайка с товарищами своими вырвался, убежал на архиерейский двор, зажег его и начал отбиваться от нижегородцев. Многих перебил и переранил. Наконец народ одолел татар и перебил их всех. В том же году татары Мамаевы опустошили берега реки Киши, притока Суры и места за рекою Пьяною. Мы упоминали уже о нападении татар на Нижегородское и Новосильское княжества за помощь, оказанную их князьями, Дмитрию Московскому против Михаила Тверского, после чего московский князь ходил с войском за оку, оберегая землю свою от татар. Еще в XII и XIII веках мы видели стремление Северо-Восточной Руси к естественному распространению своему на восток, вниз по Волге, насчет болгар, мордвы и других туземных племен. Стремление это было надолго остановлено татарским нашествием и внутренними движениями, которые имели следствие усиления московского княжества. Теперь же, как скоро Северо-Восточная Русь снова усилилась единовластьем, а татарское владычество ослабело, опять начинается наступательное движение русских на древнюю болгарскую землю. По окончании борьбы с Литвою и Тверью весной 1376 года великий князь послал воеводу своего Дмитрия Михайловича Волынского на Болгар. С Волынским отправились двое молодых князей Нижегородских Василий и Иван Дмитриевич и подступили под Казань. Казанцы вышли против них из города, стреляя из луков и самострелов. Другие производили какой-то гром, чтобы испугать русских, а некоторые выехали на верблюдах, чтобы переполошить лошадей. Но все эти хитрости не удались. Русские вогнали неприятеля в город, и князья Казанские, Асан и Магомед Салтан принуждены были добить челом великому князю. Заплатили тысячу рублей Дмитрию Московскому, тысячу Новгородскому, три тысячи воеводам и ратным людям. Кроме того, летописец говорит, что русские посадили в Казани своего сборщика податей, дорогу и таможенников. В 1377 году в Москву пришла весть, что в странах посурских явился новый царевич татарский Арапша, перебежавший за Волгу с берегов Яйка и Аральского моря. Дмитрий Московский тотчас собрал большое войско и пошел на помощь к тестью своему Дмитрию Нижегородскому. Но об Арапше долго не было вести. И великий князь возвратился в Москву, оставивший воевод своих с полками Владимирскими, Переславскими, Юрьевскими, Муромскими и Ярославскими, с которыми соединилось и Нижегородское войско под начальством своего молодого князя Ивана. Собралась большая рать и двинулась за реку Пьяну, где воеводы получили весть, что Арапша далеко, на реке Волчьи воды, в притоке Донца. Князья и воеводы русские обрадовались и не обращали уже внимания на другие приходившие к ним вести. «Кто может стать против нас?» говорили они и стали ездить в простом платье, охобнях и сарафанах, а доспехи свои поклали на телеге и в сумы. Рогатины с улицы и копья не были приготовлены, иные не были еще насажены. Также не были приготовлены щиты и шлемы. Было время в конце июля, стояли сильные жары, и ратники разъезжали, спустившие платье с плеч, расстегнувши петли, растрепавшись точно в бане. Если случалось, где найти пиво и мед, напивались до пьяна и хвастались, что один из них выйдет на сто татар. Князья, бояре и воеводы также забыли всякую осторожность. Ездили на охоту, пировали, величались, да ковы друг против друга строили. В это время мордовские князья подвели тайно о рапшу, который, разделив свою рать на пять полков, 2 августа нечаянно удалил со всех сторон на русское войско. Последнее не имело возможности сопротивляться и побежало в ужасе к реке Пьяне. Князь Иван Дмитриевич Нижегородский утонул при переправе вместе со множеством бояр, слуг и простых ратников. Другие были перебиты татарами. Рапша явился перед Нижним, откуда князь Дмитрий Константинович выбежал в Суздаль, а жители разбежались на судах по Волге к городцу. Татары перехватили тех, которые не успели спастись, сожгли город, опустошили окрестности и ушли назад. В том же году Рапша пограбил и места за Сурою, за Сурье, потом перебил русских гостей. Пришел нечаянно на Рязань, взял ее, причем сам князь Олег из Стреляны едва вырвался из рук татарских. Надеясь, что после пьянского поражения Нижегородское княжество осталось без защиты и Мар-2 захотела попытать счастье против русских, приплыла нечаянно по Волге в Нижегородский уезд и пограбила то, что осталось от татар. Но князь Борис Константинович настиг ее у реки пьяны и поразил. Одни потонули, другие были побиты. Но оба князя, и московские, и нижегородские, не хотели этим ограничиться. И зимою, несмотря на страшные морозы, нижегородское войско под начальством князей Бориса Константиновича и Семена Дмитриевича и московское под начальством воеводы Свибла вошло в Мордовскую землю и сотворило ее пусту, по выражению летописца. Пленников, приведенных в Нижние, казнили смертью, травили псами на льду по Волге. В следующем 1378 году татары явились опять нечаянно перед Нижним. Князя не было тогда в городе, а жители разбежались за Волгу. Приехавший к Нижнему из городца, князь Дмитрий Константинович увидал, что нельзя отстоять города от татар, и потому послал к ним окуп. Но татары не взяли окупа и сожгли Нижний, потом повоевали весь уезд и Березовое поле. Управившись с Дмитрием Нижегородским, Мамай отправил князя Бегича с большим войском на Дмитрия Московского. Но тот узнал о приближении неприятеля, собрал силу и выступил за окуп землю Рязанскую, где встретился с Бегичем на берегах реки Важи. 11 августа к вечеру татары переправились через эту реку и с криком помчались на русские полки, которые храбро их встретили. С одной стороны ударил на них князь Пронский Даниил, с другой московский окольничий Тимофей, а сам великий князь Дмитрий ударил на них в лице. Татары не выдержали, побросали копья и бросились бежать за реку, причем множество их перетонуло и было перебито. Ночь помешала преследовать татар, а на другое утро был сильный туман, так что только к обеду русские могли двинуться вперед и нашли в степи весь обоз неприятельский. Мамай собрал остаток своей рати и в сентябре ударил на Рязанскую землю. Князь Олег, никак не ожидая нападения после Вожской битвы, бросил города и перебежал на левую сторону Оки, а татары взяли города Дубок и Переславль Рязанские, сожгли их и опустошили всю землю, но дальше за Оку не пошли. Борьба была открытая. После Вожской битвы московский князь не мог надеяться, что Мамай ограничится местью на Рязанской области. До сих пор смуты разделения в Орде внушали смелость московскому князю не обращать большого внимания на ярлыки ханские. Диметрий был свидетелем ослабления Орды в самой Орде. Лучшим доказательством этого ослабления было то, что Мамай должен был отказаться от прежней дани, какую получали ханы из России во время Ченебека и удовольствоваться меньшим ее количеством. Мы видели, до какой самонадеянности дошли русские воеводы и ратники перед пьянским поражением. Эта самонадеянность была наказана. Однако битва вожская снова убедила русских в возможности побеждать татар. Но отношения должны были измениться, когда Мамай, правивший до сих пор именем ханов Абдула и потом Магомеда, избавился наконец от последнего и провозгласил себя ханом. Теперь он имел возможность двинуть всю Орду для наказания московского князя, которого нельзя было смирить одним отрядом. Времена Андрея Ярославича прошли. Чтобы снова поработить Россию, нужно было повторить Батыева нашествие. Говорят, что вожское поражение привело в ярость Мамая, и он не хотел успокоиться до тех пор, пока не отомстит Димитрию. Есть любопытное известие, будто советники Мамая говорили ему, «Орда твоя скудела, сила твоя изнемогла, но у тебя много богатства, пошли нанять генуэзцев, черкес, ясов и другие народы». Мамай послушался этого совета, и когда собралось к нему множество войск со всех сторон, то летом 1380 года он перевезся за Волгу и стал кочевать при устье реки Воронежа. Егайло Литовский, который имел много причин не доброжелательствовать московскому князю, вступил в союз с Мамаем и обещал соединиться с ним 1 сентября. Узнавший об этом, Дмитрий Московский стал немедленно собирать войска, послал за полками и князьям подручным Ростовским, Ярославским, Белозерским. Есть известие, что князь Тверской прислал войско с племянником своим Иваном Всеволодовичем Холмским. Не соединился с Москвою один потомок Святослава Черниговского, Олег Рязанский. Более других князей русских он был настращён татарами. Ещё недавно княжество его подверглось страшному опустошению от не очень значительного отряда татар. А теперь Мамай стоит на границах с громадным войском, которого пограничная Рязань будет первую добычу в случае сопротивления. Не надеясь, чтобы и Дмитрий Московский дерзнул выйти против татар, Олег послал сказать ему о движениях Мамая, а сам спешил войти в переговоры с последним и с Егайлом Литовским. Говорят, будто Олег и Егайло рассуждали так. Как скоро князь Дмитрий услышит о нашествии Мамая и о нашем союзе с ним, то убежит из Москвы в дальние места, или в Великий Новгород или Надвину, а мы сядем в Москве и во Владимире. И когда хан придет, то мы его встретим с большими дарами и упросим, чтобы возвратился домой, а сами с его согласия разделим Московское княжество на две части, одну к Вильне, а другую к Рязани, и возьмем на них ярлыки и для потомства нашего. Но Дмитрий не думал бежать ни в Новгород Великий не Надвину, а назначил всем полкам собираться в Коломну к 15 августа, отправившие наперед сторожей в степь, которые должны были извещать его о движениях Мамая. Перед выступлением из Москвы Великий князь отправился в Троицкий монастырь, недавно основанный святым пустынником Сергием, о котором было уже раз упомянуто в рассказе о Нижегородских событиях. Сергий благословил Димитрия на войну, обещая победу, хотя соединенную с сильным кровопролитием, и отпустил с ним в поход двух монахов Пересвета и Ослябя, из которых первый был прежде боярином в Брянске, и оба отличались в миру своим мужеством. Оставив в Москве при жене и детях воеводу Федора Андреевича, Димитрий выехал в Коломну, куда собралась огромная рать, какой прежде никогда не видывали на Руси 150 тысяч человек. Кроме князей, воеводами были у Коломенского полка Николай Васильевич Вильяминов, сын последнего Тысяцкого, у Владимирского Тимофей Валуевич, у Костромского Иван Родионович, у Переславского Андрей Серкизович. Пришли и два князя иноплеменных, два Олгердовича, Андрей и Димитрий. Весть о сильном вооружении московского князя должно быть достигла Мамая, и он попытался было сначала кончить дело миром. Послы его явились в Коломну с требованием Дани,